Окей, давайте тогда начинать. Я думаю, все самые активные уже подтянулись, а те, кто присоединится позже, в любом случае поймут, что у нас происходит. Меня зовут Лера, я аккаунт-менеджер Черехапы и работаю в Travel Payouts. А Максим и Марина представители этой компании, которые дальше проведут вам лекцию, которая, как мы видим, называется «Как продавать страховки, чтобы их хотели купить». Немного адженды. Я вам расскажу сейчас о Travel Payouts, потом выступлении Марины и Максима, а потом вопросы. И я сразу вам скажу, что за вопросы вы сможете получить очень приятный приз, о котором вам расскажет уже Максим, когда начнет свое выступление. А если мы говорим о Travel Payouts, может быть, кто-то не в курсе, но она зародилась у нас на базе метапоисковика Aviasales. И сегодня уже представлено там десятки офферов на самых разных языках. По всему миру можно продавать travel-предложения и получать комиссию в Travel Payouts. У нас очень много различных билетов, отличных отелей. Но сегодня мы будем говорить в первую очередь о страховках. На нашем сайте вы можете узнать больше в базе знаний или даже почитать в блоге о нашей команде и каких-то интересных событиях. И самые последние актуальные новости я вам кратко расскажу. Во-первых, 21 сентября в Москве у нас пройдет Travel Payouts Affiliate Summit, и мы ищем классных спикеров. И если вы работаете с нами в аффилиат с классным блогом или какими-то интересными техническими решениями, подавайтесь на лендинге, вашу заявку рассмотрит программный комитет и примет решение о вашем участии. Также у нас продолжается конкурс от Intuit Travel. Это аэропортные трансферы. И главный приз этого конкурса – 1000 долларов. Аж до 6 октября у вас есть возможность поучаствовать в нем и получить эту сумму. Участвуйте также в акциях на повышенных комиссиях Amusement и Discover Car Hire. Discover Car Hire – это новый рекламодатель, который предлагает возможность зарабатывать на аренде машин. А Amusement – это электронные билеты в различные музеи по всему миру. Также следующий вебинар у нас пройдет для не только новичков, но и тех, кто хочет узнать более сложные технические вещи. Это секретный инструмент Offer Level Travel. Если вы знакомы со словом White Label и хотите узнать больше, то приходите к ребятам. Также присоединяйтесь к нашему чату в Телеграме, где можно уточнить какие-то интересующие вас вопросы у сотрудников партнерок и наших руководателей. Также у нас запустился конкурс Boomerang. Мы настолько недавно его запустили, что даже не успели добавить на слайд о нем информацию, но мы сейчас кинем вам в чатик ссылку на лендинг. Boomerang позволяет вам заработать возможность выиграть авиабилеты, придите юзеров на лендинг и выигрывайте бесплатные путешествия. Так что я закончила с информацией о Travel Payouts. Спасибо всем, что вы слушали. Я передаю слово Максиму и Марине. И мы начинаем поговорить о страховках. Меня зовут Максим. Я генеральный директор Черехаб Страхования и основатель компании. И Марина, она руководитель партнерской программы нашей компании. По всем вопросам, мы еще несколько раз сегодня этого коснемся, по всем вопросам можете обращаться к Марине, она вас проконсультирует. Самому активному сегодня задавающему вопросы и комментаторам ребята выберут самого активного, и мы подарим им игрушку. Это наш маскот. Так что будьте активны и задавайте нам вопросы, потому как мы, в общем-то, встречаемся не так часто. Сможем обо всем сегодня поговорить. Старопиться никуда не будем, у нас час. В общем, я думаю, что мы все с вами успеем. Значит, о чем будем мы сегодня говорить? Сначала поговорим в целом, что такое туристическое страхование, как устроен наш сервис, с чем мы отличаемся от основных сервисов, от других сервисов, как мы работаем со страховыми компаниями и клиентами, и кто наши покупатели страховок. Потом мы с вами поговорим, Марина будет рассказывать про то, как лить трафик и на чем делать акценты, какие виды трафика, что получается, что не получается, виджеты, баннеры, контекстная реклама, поиск, статьи, как писать, как работать в социальных сетях, телеграме, ютуб-канале, и немножко затронем наш оффер в гонке. Для начала маленький для вас вопрос. Можете написать, кто уже работает с нами, кто продает страховки через нас. Ну, я думаю, что вы все, безусловно, самостоятельные путешественники ездите, не только самостоятельные, но и покупатели туров ездите за границу, знаете, что нужно с собой иметь страховку. Безусловно, есть категория людей, кто не берет с собой страховку. Мы периодически читаем эти послания на Фейсбуке, собираем деньги для того, чтобы кого-то там из Таиланда вытащить и отправить в Россию лечиться. Значит, туристическая страховка нужна для того, чтобы в случае наступления страхового случая страховая компания либо организовала и возместила, либо возместила стоимость лечения. В чем разница? Не всегда, не везде, даже технически возможно, что страховая компания может организовать медицинскую помощь. Ну, например, человек поехал в Африку, в маленький, не знаю, населенный пункт, туда не то, что там нет врачей, туда технические деньги невозможно в эту страну отправить. Поэтому человек там сам платит, собирает бумажки, возвращается в Россию и страховая компания ему компенсирует в стоимость лечения. На слайде написано, то есть страхование – это не ДМС и не ОМС. Это очень важно понимать, потому что есть категория людей, кто едут и пытаются за счет страховой компании там полечиться. Например, зубы. А вот последний случай у нас из Болгарии. Женщина уехала лечить свои колики почечные и хотела, чтобы страховая компания за все заплатила. Так работать не будет. Туристическая страховка покрывает экстренные расходы. Человек поехал, что-то заболело, сломал, отравился, температура, все что угодно. Можно обращаться. Если у человека есть хронические заболевания, которые там подлятся годами, из экстренного состояния некоторые страховые компании покроют. Сейчас мы чуть дальше об этом поговорим. Но лечить хроническое заболевание, естественно, там никто не будет. Внизу написано «Черехапа.ру.инфа». Здесь более подробно уже текстом, что входит в страховку. И здесь же есть ответ на часто задаваемые вопросы. Можете почитать, не поленитесь, там, в общем, очень коротко и емко написано, что такое мы, как мы, что страхуем, что не страхуем и так далее. Значит, чем отличаемся вообще от всего рынка, от подобных аналогов нам? У нас свой собственный калькулятор. Мы взяли все условия страхования, всех страховых компаний, засунули себя в машинку, перемешали, сделали логику и подаем людям сравнение разных страховых компаний. Выглядит это вот так вот, как на слайде. Значит, есть с левой стороны медицинское страхование, есть разные суммы, на которые можно страховаться. Обычно мы рекомендуем людям страховаться как можно больше на страховую сумму, потому что это очень важно. Чем больше страховая сумма, тем больше расходов покроется. Соответственно, и больше стоит страховка, и больше комиссия с этого. Есть правила Шенгена, что страховка должна быть не меньше, чем 30 тысяч. В Таиланд, в Юго-Восточную Азию мы рекомендуем брать как можно больше, хотя бы 50, а лучше 100, потому что стоимость транспортировки, которая входит тоже в страховку, из Азии везти очень дорого. У нас был случай, нужно было самуи отправить человека в Бангкок, вертолет обошелся 20 тысяч долларов. Если еще к этому приложить в стоимость лечения, страховая сумма может не хватить. Периодически вы, наверное, видите в СМИ, сообщения там не хватило, пришлось там лечиться за свои деньги в Турции, в Египте и так далее. Поэтому мы рекомендуем людям брать как можно больше на страховую сумму страховку. Цена меняется, но она незначительно меняется, не в разы. С левой стороны значит вид дополнительной страховки, что можно включить, несчастный случай, багаж, страхование, авиаперелет, потеря документов, юридическая помощь, отмена поездки, гражданской ответственности и есть фильтры страхования на случай осложнения беременности либо поездка на личном автомобиле покрывается технический ассистанс. В середине вы видите на слайде, значит, что входит в любую страховку, бытует мнение, что все страхово одинаковые. Все одинаково, возьму первую, первую попавшую и поеду. Это не совсем так. И как бы весь опыт там, 7-летний опыт работы нас это доказывает. Значит, в середине написано все, что по умолчанию входит страховку, амбулаторное лечение, пребывание в больнице, транспортировка, лекарства, репатриация в случае смерти. И с правой стороны это опции, которыми в принципе различаются услуги страхования. То есть мы взяли все правила страхования, переработали, выложили их в определенную логику и человек ставит галочки с правой стороны и у него фильтр показывает, у кого есть, у кого нет. Если минус, значит у страховой компании какой-то опции нету, если плюс, значит у страховой компании эта опция есть, если галочка входит по умолчанию, плюсик можно можно добавить. Есть разные люди. Кому-то нужна страховка для визы, он берет минимальную стоимость, первого попавшего на первом месте, покупает и уходит. Он даже не задумывается, потому что он здесь и сейчас решает вопрос в том, чтобы подать документы на визу. Он не думает, что там дальше что-то с ним может произойти. Ему важно сейчас здесь и сейчас подать документы на визу. Но есть категория людей пожилые, с детьми, кто собирается с какими-то активностями заниматься. Им очень полезно и они очень сильно пользуются всеми этими опциями. где-то мы еще подаем советы. Допустим, если человек едет в Таиланд, мы ему там рекомендуем взять покрытие на байк, потому что это нужно включить страховку. Если люди едут в жаркое время в жаркие страны, то нужно добавить ожоги, потому что не все страхокомпании покрывают солнечный ожог и так далее. То есть это некая специфика, с которыми играет пользователь и набирает себе страховку. Забегая вперед, скажу, что у нас в принципе самый высокий средний чек на рынке. Самый высокий средний чек на рынке по одной простой причине, что мы, ну, это, конечно, нам еще далеко до искусственного интеллекта, но мы работаем в этом направлении для того, чтобы людям предложить и откросить их еще. У нас есть на следующей странице кросс-продажи после этого шага. Сейчас мы эту тему еще лучше переделаем. А для того, чтобы у человека дополнить его страховку, чтобы стоимость ее была как может выше. и, соответственно, чтобы наши партнеры получали больше комиссий. Значит, у нас есть два основных правила работы со страхом компании. Наши тарифы никогда не могут быть выше, чем на сайте страховой компании. Они могут быть либо такими же, либо меньше. Потому что, если человек почитает, у нас, у нас будет дороже, чем на сайте страховой компании, он ее никогда к нам не вернется. И второе правило, наши условия страхования должны быть либо такими же, что продает страховая компания, либо лучше. Большое количество страховой компаний, учитывая, что мы лидеры на рынке, и у нас достаточно большие объемы, дальше я об этом расскажу, страховой компании активно под нас что-то делают, какие-то эксклюзивные условия. Мы работаем, сейчас у нас включено 15 страховой компаний, это, в общем-то, крупнейшая страховая компания, с кем мы ведем там ежедневные практически там всяческие разговоры про клиентов, как лучше, что лучше, чтобы добавить, что убрать, что не работает. С маленьким, с маленьким, с долларом показаны те страховые компании, где у нас либо полностью, либо какие-то программы страхования дешевле, чем на сайте страховой компании. То есть, человек почитая у нас увидит и на сайте страховой увидит, что у нас меньше стоимость, понятнее, быстрее, удобнее и как бы большую долю вероятности купит у нас. И огнем, смайлик огня, это эксклюзивные условия страхования. Ну, допустим, там некоторые страховые компании добавляют опции без денег для того, чтобы количество опций у них было больше, чтобы они по соотношению к другой страховой компании выигрывали. Их наполнение страховки было лучше. В это периодически играются, это достаточно часто меняется. Могу сказать, что за последний год 80% страховой компании что-то у себя меняли. Есть компания, кто кодами не меняет, им все равно продается, продается, не продается, и бог с ним. Но есть компании, кто достаточно часто все анализирует и меняет. еще одна составляющая обслуживания клиента это ассистанс. Наверное, вы об этом слышали, знаете, что человек звонит не в страховую компанию, когда у него случился страховой случай, а он звонит в ассистанс. Ассистанс это некая сервисная служба, которая имеет во всех странах мира либо свои прямые договора, это тоже очень важно, либо партнерские разношения через местных ассистансов. Ну, например, очень там сложно иногда организовать где-нибудь на островах в Японии обслуживание клиента, там есть местный провайдер, ассистанс обращается к нему и, значит, с помощью него уже помогает клиенту. Хорошо, когда у ассистанса есть прямые договора, например, в Таиланде, тогда очень короткая связь между звонком и организацией медицинской помощи. Есть ассистансы получше, есть ассистансы похуже. Вот здесь вот значком тоже огнем обозначено с теми, с кем у нас очень хорошие взаимоотношения. Что это значит? У нас с этими ассистансами есть чаты в WhatsApp если клиент нам жалуется и говорит, что там что-то пошло не так, мы часто обращаемся к этому чату, пишем, ребят, вот такой случай, обратите внимание, идите там и пошевелитесь, но иногда нам приходится действовать через страховую компанию, писать им, говорить, вот такой случай, идите там разберитесь. Цепочка чуть удлиняется, но мы в общем-то активно там ежедневно ведем эту работу. Вот в правом нижнем углу это абсолютно там свежайший пример, там вчера девушка написала или позавчера, как мы в общем помогаем. Прочтите мы клиенту там часто помогаем. Ну, и часто, а всегда, но просто иногда бывают случаи, когда клиент сам недопонял, не понял, не не хочет идти, как бы, ему говорят, там езжай там за там, не знаю, там 20 километров, потому что в принципе врачей нету, а клиент, как у нас очень часто часто в России просит, чтобы клиент приехал на дом. В некоторых странах в принципе по Франции, в Англии на дом никто не приезжает и никогда. Человек едет в скорую помощь, там его осматривают, идет дальше по врачам. Иногда очень сложно людям объяснить. Вот, значит, это по первой части. По второй части, значит, зачем люди покупают страховки для выезда в другую страну, также в том числе для получения визы, для поезда по России, поездкой по России считается выезд за административной границей того города или той области, где живет человек, на 90 километров. Если человек поехал на дачу за 100 километров, ему нужно будет объяснить, что он был в путешествии. То есть, у него есть либо, не знаю, гостиница бронь, у него есть роуминг, у него есть какие-то подтверждающие документы, что он находился в путешествии. Забегая вперед, опять-таки скажу, что Россия сейчас очень сильно поднимается. Люди наконец-то начинают понимать, для чего нужна страховка по России. УМС родной покрывает не все. Ни лекарства, ни всякие там, там, не знаю, там, шунтирования или прочие там штуки в кальянке, не знаю, там, пластины и т.д. и т.п. То есть, нету, естественно, транспортировки, если человеку нужно, я знаю, сочей доставить в Москву для того, чтобы его вылечить. Это все УМС не покрывает, это все будет ложиться на плечи самого клиента. У нас в блоге и в интернете есть статьи, почему УМС и что УМС не покрывает. И будете писать статьи, обратите на это внимание, этот рынок сейчас сильно растет. Это Сочи, безусловно, это Крым, где с медицинской помощью пока еще очень все не очень хорошо. Это курорты, там, Шерегеши и прочее, там, где занимаются спортом и катаются на горных лыжах и сноуборде. Это Алтай, ну и, в общем-то, там и Дальний Восток. Еще категория это иностранцы, въезжающие в Россию. Сами знаете, у нас был в прошлом году проект с визовым центром, кто делал приглашение FunID. Мы застраховали большое количество иностранцев, приезжающих в Россию на чемпионат мира по футболу. Мы сделали этот лендинг, он сейчас у нас работает вообще там для всех. Марина дальше об этом скажет. Есть у нас вот там, допустим, в ТПО есть очень хорошая одна девушка, она занимается визами в Италии в Россию. Собирает очень неплохие деньги, ведет людей на этот лендинг, поэтому, если у вас есть там иностранный трафик, подумайте об этом и попробуйте. Ну и четвертое это те люди, которые уже путешествуют, они уехали за границу, они забыли страховку, у них многократная шенгенская виза, они уехали, чухнулись, ой, нет страховки. У нас есть возможность, если человек поставил галочку «я уже путешествую», состраховаться из страны, куда он уже поехал. Надеюсь, я вас не очень утомил. Дальше вопрос. Как вы считаете, какие топ-3 страны покупают страховки? Отвлекусь на секундочку, был очень показательный пример с Турцией, когда вот до всех этих кипишей с Турцией было очень мало продаж по Турции, в основном это были пакетники, покупали, там 90, не знаю, процентов продаж, пакетные туры, ехали и страховку особо никто не покупал. На время этого там блокаута люди научились ездить в Турцию самостоятельно, покажу, уж стал об этом говорить, люди научились ездить в Турцию и Турция встала по этому году страной 12, но здесь много зимних, это летом Турция входит в пятерку, зимой да, естественно, просто данные за год учитывая зиму, в Турцию стали ездить очень-очень много самостоятельных туристов, не только по турам, но и это чуть больше женщин, 54%, возраст видите, слева там львиная доля это 25-34, ну и в общем-то там больше там порядка там 75% это 25-44 пользователи нашего покупателей покупателей нашего сайта. Так выглядит Гео, там 82% это Россия, у нас покупают страховки не только россияне, но и украинцы, казахи, белорусы, узбеки, когда они едут из своей страны за границу. Есть определенная категория людей, кто приглашает к себе в страны своих, не знаю, там родственников мам, пап, когда люди находятся там и покупают страховки оттуда для родителей. И с правой стороны это по городам в России, Москва, Питер, Московская область и так далее. Топ-15. Значит, эти данные вы нигде не увидите. Мы провели собственное исследование, опросили людей, покупателей самостоятельных страховок. То есть мы нашли тех людей, кто покупает в интернете сами страховки. И провели исследование. Здесь несколько слайдов из этого исследования. Значит, где люди покупают страховки. Сейчас еще немножечко, там, 49% ответили, что они покупают на сайте страховой компании, 45% у агрегатора. Но здесь очень важные цифры в том, что планируют у агрегаторов покупать больше. 87% ответили, что они в будущем планируют смотреть либо покупать на сайте агрегатора. Это очень важный слайд, почему люди покупают полисы. Вот пункт номер последний требовалось для оформления визы. Всего лишь там 43%. Все остальные ответы говорят о том, что люди осознанно понимают, для чего они покупают полисы. Для того, чтобы не остаться незащищенным в другой стране, для того, чтобы оказали медицинскую помощь в чужой стране. То есть люди делают осознанно, и выбор людей осознанно в покупке страховки. Это не кто-то им впарил, не кто-то им там где-то всунул банковской карточке, они сами идут и покупают себе полисы. Это важно. 75% респондентов оформляют полис не чаще, чем два раза в год. Эти данные нас очень порадовали. Значит, если спрашивать у людей, где и где они знают, где можно купить страховку, Череха занимает по спонтанному знанию четвертое место, в общем-то, после крупнейших брендов ингострахов, альфа-страхования ингострахов. Следующий слайд, он еще более информативный, это первое упоминание, то есть то, что приходит человеку на ум сразу. Безусловно, альфа-страхования пока еще на первом месте, нам здесь достаточно сложно тягаться, потому что в свое время альфа-страхования были первыми в принципе на рынке, которые внедрили электронное страхование, но мы занимаем второе место, делим его с ингострахом по знанию в категории где купить страховку. Это здесь о чем говорит? О том, что вы можете в своих статьях на сайте писать, что идите купите страховку в Черехапе, называть наш бренд, потому что достаточно большое количество людей о нас очень хорошо знают, и доверие к нам уже сформировалось. Вы можете в своих инструментах использовать упоминания нашего бренда. Я еще не сказал, что мы имеем 25% долю рынка самостоятельной покупки ФЗРа, туристической страховки. Мы постоянно смотрим за нашими клиентами, мы очень трепетно относимся к поддержке наших клиентов. У нас своя большая клиентская служба, все реакции обрабатывают, телефоны, чаты, онлайн сообщения на сайте. Мы меряем наш НПС, и наш НПС очень высокий, 82 пункта, это в принципе там больше некуда. Можно плюс-минус 2-3 процента вверх-вниз, но в основном люди нашим сервисом очень довольны. Так, если сказать пару слов про трафик, значит, здесь конверсия именно партнерского реферального трафика. Она у нас за последний год подрастает, мы за этим очень сильно следим, стараемся, чтобы у нас конверсия была все хорошо, увеличиваем, стараемся биться по поводу среднего чека. Сейчас, к сожалению, средний чек за последние полгода подупал. Подупал по одной простой причине, что страхокомпании стали допинговать между собой в стоимости. Тарифы подупали, то есть люди сейчас платят меньше, чем платили год назад. Вот. Ну, я, наверное, на своей части закончу. Давайте мы на несколько вопросов ответим. Марин, можешь мне сказать? кто были люди, которых опрашивали? Люди, кто были опрашивали, я сказал, это покупатели самостоятельных страховок в интернете. Это не с туром, это не это те, кто пошли на сайт либо агрегатора, либо страховой компании и купили в интернете пользоваться. Пишите, пишите пока свои вопросы, я сейчас посмотрю, что еще у нас тут задавали. Некоторые страховые компании выдают промо-ходы на скидку. У нас цена такая же или... Есть такая история, мы с этим боремся, мы это, естественно, не поддерживаем. Иногда нам получается запрещать им это делать, потому что человек, увидев там где-то где-то в сети промо-код, пойдет и купит там. Мы с этим боремся. Как мы боремся с тем, что многие банки выдают бесплатные страховки? Мы не боремся с банками и тут как бы бесполезно пороться. Естественно, единственное, что здесь нужно объяснять, что банковская страховка действует не всегда. Ну, например, едешь с семьей, работает. Если едет там жена с этой страховкой, она без владельца карты работать не будет. Часто в банковских страховках нету большого покрытия, есть франшиза, нет покрытия спортивных рисков, то есть, да, они это делают, да, они подают, но это максимально там, максимально голая страховка, я не беру там о премиальных картах. Сейчас был очень важный звоночек на рынке буквально две недели назад, наверное, видели, альфа-банк отказался выдавать страховки всем клиентам, кроме премиальных карт. В общем, я думаю, что тенденция сейчас пойдет на уголь, но с этим бороться бесполезно, нужно просто объяснять людям, что люди, идите подумайте, что у вас в страховке, вы точно знаете, что хронические заболевания у вас в страховке, в этой покрываются, а точно аллергия покрывается, а если она у вас есть, то есть, людям выдают некий базовый голый продукт, с которым, в общем-то, ну, можно и не получить то, что желаешь. Чем вы принципиально отличаетесь от других аналогичных агрегаторов? Принципиально отличаемся от других аналогичных агрегаторов, ну, естественно, интерфейсом и логикой вообще работы всего калькулятора, и это так. Мы, естественно, отличаемся средним чеком, мы, естественно, отличаемся большой конверсией, в страховании выезжающих с рубеж ни у кого нет такой конверсии, как у нас, у нас больше страховых компаний, у нас эксклюзивные условия, как я об этом говорил, ну, и где-то цены. Не нужно разбираться в правилах страхования. Ну, фильтр, логика, интерфейс, это основное. Отрицательная или отрицательная сторона, чем мы отличаемся от других агрегаторов? Средний чек выше, чем у других, это однозначно. Средний чек выше, чем на сайте самих страховых компаний. Еще добавлю, что у многих страховых компаний на сайтах обрезанные продукты, то есть достаточно сложно в линейку своих продуктов вывести на сайт, у нас практически от всех максимальная линейка, то есть многие продукты человек в принципе не найдет на сайте страховой компании. Давайте перейдем. Вот еще один вопросик последний по нашему сервису про мобильное приложение. Есть у нас планируем развивать? У нас пока нет мобильного приложения, мы над этим как больше сильно думаем в каком плане. У нас логика такая, если человек один, там, два раза в год выезжает в страну, он не будет ставить мобильное приложение для того, чтобы купить страховку. Он зайдет на сайт, у нас есть мобильная версия сайта, он зайдет на сайт, за две минуты купит и забудет. Мы потихоньку разрабатываем личный кабинет, чтобы мобильное приложение было личным кабинетом, связанным с другими пидами страхования. Забегая вперед, скажу, что у нас в декабре месяц появилась ОСАГО, мы начали продавать потихонечку. Вот когда мы нагрузим весь личный кабинет различным родом функционалом, тогда мы уже там это сделаем. Сейчас ради того, чтобы купить один-два раза в год страховку, мы пока не видим смысла делать мобильное приложение прямо сейчас. И вот еще один вопрос. Росгострах и ИРВИ. Росгострах сейчас меняется, власть, приходят нужные люди, я думаю, что все решится. С ИРВИ мы ввели переговоры, ИРВИ слишком платит маленькую комиссию. Мы их пока взять к себе не можем. Я думаю, все на этом. Давайте я передам слово Марине. Мы хотели начать с этих стран, но эти страны мы уже обсудили. Чик. Всем привет, Томя не знает. Переключай. Сейчас я буду рассказывать про партнерку, как раз отвечу на те вопросы, которые вы здесь писали, по нюансам. Так, немножко расскажем о среднем чеке. Максим уже говорил. Так, я сейчас переключусь на предыдущий слайд, может быть, если кто-то его не увидел. Сколько, по вашему мнению, был самый дорогой чек? Самая дорогая страховка, которую покупали на сайте Черехапа? Неважно. 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 Так, еще несколько человек ждем. Несколько вариантов. Давайте, кто больше, кто меньше. 900 тысяч. Сильно, сильно. Это какие-то мажоры были. Ладно, все, не буду вас томить. среднее, самая дорогая страховка, которая была в этом году куплена через наш сервис, это страховка была куплена именно у вебмастера. 125 тысяч рублей. Можно посчитать, сколько вебмастер заработал. 15% у нас комиссия. Самая дорогая страховка, которая была куплена напрямую, это 250 тысяч рублей. Семья из трех человек путешествовала по островам. По островам втроем они-то ездили. Так, если вы будете работать с нашим оффером, можете выиграть iPad Pro. Даш? В гонке. В гонке, в гонке, да. Даш я расскажу про инструменты. Помимо ссылок у нас еще и, у нас есть несколько виджетов. Вот этот виджет серенький, который, вот этот вот, так называемый большой виджет или White Label, виджет, на котором можно оплатить страховку без перехода на наш сайт. Вы можете его размещать, сделать отдельную страничку, посвященную страховкам, и оформлять. Клиенты будут прямо на вашем сайте. Этот маленький виджет, он, по сути, форма, которая, в которую клиент вводит страну и направление, и дальше идет переход на наш сайт. Но у этого виджета есть большое преимущество в том плане, что вы можете его настроить под дизайн вашего сайта, он настраивается под мобильную версию. И, так, я, наверное, не буду пока читать вопросы, чтобы не отвлекаться. Да, я сейчас все расскажу, а потом уже буду смотреть вопросы. Дальше. У нас есть несколько лендингов. Практически по всем странам мы сделали лендинг, и хочу обратить ваше внимание на вот этот вот лендинг по России, он на английском языке. Мы сделали его специально для тех, кто работает с англоязычным трафиком. Здесь только одна страховая компания представлена. Но он хорошо работает. Повторюсь, у Максима уже говорит, что в Travelpayout есть один партнер, который очень хорошо с ним работает и продает в большом количестве страховки итальянцы, по-моему, у нас там в России. В большом количестве это как минимум на полмиллиона в месяц. Да, на полмиллиона в месяц. На последнем этапе Travelpayouts рассказывал как раз про то, что ниша блогов под англоязычный трафик не занята, и можно просто делать блоги на английском языке и добавлять туда наш... Можно баннер размещать, который будет переводить на этот англоязычный сайт. Здесь мы... Про что? Англоязычный? А здесь мы немножко расскажем про трафик, как лить на наш сайт с контекста. Максим, давай, ты тут скажешь немножко. Ты читай. Я тут отвлекаешься. Значит, смотрите, мы здесь просто сделали один декий пример. У нас есть афилиаты, кто хорошо работает с контекстом. Достаточно сложно соревноваться с крупнейшими страховыми компаниями за высокочастотники, за слабые кнеочастотники. Хорошо. В общем, и можно на этом все работать. Мы тоже не стараемся гнаться за там забешенными стоимости контекста. Мы тоже работаем в общем в неком среднем и даже среднем сегменте. Здесь пример по страховке в Грецию. Там, одна неделя потратили мы на эту компанию там полторы тысячи рублей и смогли собрать там 31 тысячу выручки. Там, 15 процентов афилиатской комиссии, то есть это там практически там 4,5-5 тысяч рублей при затратах там полторы тысячи. То есть в сегменте контекста можно работать. Это достаточно успешный, успешный, как сами знаете, инструмент. Там, пример удачных поисковых запросов страховка в Грецию, страховка для поездки в Грецию, купить страховку в Грецию онлайн. Конечно, мы не могли вам выдать все наши секреты, но, в общем-то, здесь мы поделились с вами, что можно, как можно это делать. И это работает. Возвращаемся ко мне. Сейчас мы наблюдаем такую тенденцию, что вебмастера с контекстом процент их растет и не нужно, скажем так, забивать на этот источник трафика. Немножко вернусь к предыдущему вопросу, пока я не перешла к следующим темам. Зачем иностранцам покупать страховку в Россию? Здесь вопрос даже не в том, зачем им покупать у нас, почему они не могут купить там. Они могут купить везде, но это ниша именно в поисковом трафике она не занята. Если у вас иностранный блог, то вы можете любым способом замотивировать этого клиента сказать, что покупать именно здесь. Вы же едете в Россию, там российские компании, вам там 100% помогут. Не то, что там какие-то иностранные, которые неизвестно как еще будут работать. То есть это один из способов, как мотивировать. Ну и плюс обязательно, как нам иметь в шенген, так иностранцам в Россию обязательно иметь страховку для получения визы. У нас есть блог, в котором мы пишем много статей на тему туристического страхования. Если вы не знаете, о чем писать, можете заходить на наш блог, вот здесь ссылочка, черпать там какие-то темы для своего блога и можете также задавать вопросы нашей поддержке в чате. так. Например, например, когда вы пишете статьи по страхованию, есть несколько вариантов, какие статьи писать. То есть вы можете написать общую статью, например, по странам Шенгена. По странам Шенгена не так важно там нюансы какие-то. если человек едет в Европу просто там, скажем так, по туристической поездке и собирается ходить по музеям, ничего такого особенного делать не будет, то он может просто зайти на наш сайт, выбрать даты поездки, выбрать опции, которые ему нужны, и первые 5-7 страховых компаний можно спокойно выбирать в зависимости от опции. Но вы можете им рекомендовать, чтобы они покупали самую дешевую страховку, окупили, например, там среднюю, чуть более наполненную, там заплатили на 100 рублей больше и, скажем так, получили лучший сервис. Таким образом, вы можете сами поднять средний чек, лучше писать клиентам более конкретно, какую страховую компанию выбрать, а не просто зайдите, посмотрите и сами выберите. То есть нужно мотивировать их и делать выбор за них иногда, может быть, даже. Переходим дальше. Вот по поводу поискового продвижения и статей как раз мы запросы, варианты запросов вам предлагаем. Помимо стран и направлений еще можно писать по нюансам страхования, то есть это страховка для беременных, потом страховка для аллергиков, страховки в Таиланд и всякие такие нюансы пожилые, если собираются активными видами спорта заниматься, там может быть даже какие-то узкие статьи там по видам спорта, там кто-то серфингом еще чем-то таким заниматься будет узким, чтобы чем более узкие запросы, им больше вероятность того, что ваша статья будет выше выдачи. Переходим дальше. О чем писать статьи? Вот как раз я еще раз повторюсь, я уже об этом сказала. Это что за сервис Черехапа, как им пользоваться, нюансы страхования. Я хочу еще раз вернуться к слайду, где Максим рассказывал про наш сервис. Не все просто об этом знают, очень часто задают вопросы. Вот с левой стороны у нас список страховых компаний. Чем мы отличаемся от других сервисов? В других сервисах будет несколько тарифов от одной страховой компании. У нас человеку не нужно заморачиваться, какие тарифы бывают, ему нужно просто выбрать опции, которые ему нужны. Вот с правой стороны не могут прямо нажать крестиком, какие опции им нужны. Сразу им будет предлагаться цены страховых компаний. На других сайтах агрегаторов у вас будет одна страховая компания и куча тарифов. Человеку мало того, что нужно страховую компанию выбрать, еще нужно вникнуть в тарифы, и он может запутаться, и конверсия в таком случае будет гораздо ниже, чем... Так, теперь не надо... Ниже. Еще ниже. Теперь я возвращаюсь обратно к статьям. Следующее. Можно рекомендовать ставить дополнительные опции. Допустим, если человек едет в теплую страну, то ему нужно поставить галочку защиты от солнечных ожогов. Можно дополнительно рекомендовать страховать багаж задержку рейса, задержка рейса и так далее. Особенности медицинского страхования. Нужно предлагать человеку ставить те галочки, которые он собирается использовать. Допустим, если у него есть какие-то хронические заболевания, то их нужно описывать. Если он собирается какими-то активностями заниматься, даже если он собирается плавать в бассейне, использовать аквапарк и тому подобные стандартные активности, которые могут показаться вообще не видами спорта, их все равно нужно указывать и нужно в статьях про это писать. Это тоже может немножко увеличить стоимость чека на несколько рублей, но по крайней мере человек будет защищен, и у вас будет также инфоповод писать про это. Потом, если люди едут с детьми, с детьми очень часто клиенты готовы тратить на страховку больше, чем на себя, поэтому писать про детей статьи как можно больше, очень важно, поэтому будете получать большую комиссию. Дальше переходим. Так, где брать информацию еще раз. Основные стандартные источники это наш блок, где много написано про разные нюансы страхования. Можете задавать вопросы в онлайн-чате нашим сотрудникам техподдержки, писать на почту вот эта почта техподдержки, смотреть на форумах, Бали форум, форум Винского. Также, если у вас есть форумы активные, мы можем отвечать сами за вас на вопросы ваших клиентов. Вот, как раз на Бали форуме, на форуме Винского мы это все делаем. Подай, чуть-чуть прокомментирую. У нас, ну, это просто два примера. У нас есть с некоторыми партнерами договоренность, они ставят нас в рассылки, когда человек отвечает, и мы за них профессионально на его сайте отвечаем. Для нас это абсолютно несложно, и это намного лучше, чем выдумывать из пальца. Очень часто допустим, на том же форуме Винского есть непрофессиональные ответы, когда люди друг друга советуют, и получается полнейшая жесть, лучше, когда это делают там профессионалы. Достаточно много в интернете там уже пишут о страховании, почитайте, посмотрите у других афилиатов, много информации, пишите, задавайте вопросы, вот Марине на welcome собака в череха по ру, она лучше подскажет там, о чем в данном случае нюансы, на чем дивансы расставить. Смотри, нет, что я подумал, что честно. Да, вот тут опять же вернусь к статьям, был вопрос по поводу того, что если у вас блок с маленькой посещаемостью, пробиваться в поиск невозможно, как раз это узкопрофильные статьи можно пробиться в поиске, есть очень много незанятых ниш, там, к примеру, там, даже по направлениям можно смотреть, не только по нюансам страхования, но и по направлениям некоторые страны, там, не знаю, США, там, Канада, еще что-то, там, практически никого в выдаче нету, кроме сайтов страховых компаний. По нюансам, если вы пишете, там, вас, допустим, блок посвящен, там, какой-то определенной стране, тогда в таком случае вы пишете, как купить страховку именно в эту страну, и когда идет описание какой-то страны, то здесь уже не нужно писать в целом, зайдите, выберите, какая вам дешевле, нужно писать, какие именно страховые компании, какие именно ассистансы будут работать в том направлении, про которое вы пишете. Есть какие-то более редкие страны, там, не знаю, острова какие-нибудь, там, некоторые тоже пишут про это, там тоже нужно писать про нюансы страхования, и вот эти вот небольшие блоги с нюансами страхования, даже там небольшое количество посетителей нехорошо в выдаче поискового трафика появляются, и у нас из наших вебмастеров-партнеров, наверное, процентов 80 это именно блогеры. Так, про другие источники трафика. Социальные сети. Про социальные сети здесь можно несколькими способами продвигать. Первый способ, это если у вас есть блог, и также есть социальная сеть, вы в своей социальной сети просто делаете сноску на блог. Один там два раза в год мы даем промо-коды, мы против того, чтобы давать промо-коды постоянно, потому что мы говорим за то, что надо брать недешевле, надо брать сервисом, и мы в первую очередь не на цены ориентируемся, а на то, что мы оказываем услуги страхования. И клиенты наши будут уверены в том, что с ними ничего не случится, а не в том, что они сэкономят там 20-30 рублей, и никому эта экономия абсолютно не нужна, потому что можно потерять больше, если никакого сервиса нет. Ниша социальных сетей у нас практически не занята, у нас мастера почему-то ее обходят стороной, и здесь можно как таргетированную рекламу пробовать запускать, так и писать посты, посвященные страхованию. то же самое в телеграме, телеграм сейчас более раскрученный канал, и здесь очень большой поток информации, который не так задерживается, как в соцсетях, здесь тоже хорошо делать сноску именно на свой блог, вот тут есть примеры у нас разных телеграм каналов, и все в основном имеют свой сайт и делают сноску там, там делают большую стачил, и в телеграм канале пишут про это. Дайте, я еще добавлю, и социальные сети, и телеграм, в общем-то, никто там активности и страховщиков особо не ведет. Эти инструменты, они проходят, ну, понакатно идут, контекст льют, и как бы и на этом весь маркетинг у них заканчивается. Здесь можно пробовать, здесь можно играть, и тем более куча различных каналов в телеграме, кто пишет про путешествия, вставляйте свои ссылки, общайтесь в комментариях, это, в общем, там работает. Дальше перейдем к роликам, как раз был вопрос в чате про ролики, у нас есть канал на ютубе, где несколько наших роликов размещено, можете их брать, размещать на своих каналах, можете делать записи, есть примеры на ютубе веб-мастеров, которые просто делают запись о том, как покупать страховку, как зайти, куда нажать и так далее. Помимо этого, можете использовать этот ролик в таргетированной рекламе, вести эту таргетированную рекламу на свою группу и так далее и тому подобное. В общем, рад, с любым способом, как вам нравится, с нашими роликами. Сегодня можете там ютубик взять, можем вам прислать. Ютуб вообще у нас ниши не заняты и многие пишут, делают ролики посвященные просто какой-то стране и там уже где-то в контексте говорят про страховку, где купить и, например, говорят, заходите на мой сайт про сделок страхования и там покупайте. То есть эта ниша вообще у нас не занята, мы прям можно брать и делать. Так, ну, в общем, я думаю, что мы на основные вопросы ответили. Я думаю, что да, можно посмотреть, что у нас в чате. Добавлю еще две вещи. Значит, мы участвуем в гонке, мы выдали купон, чтобы увеличить количество покупок авиалета 19. Этот купон действует до 31 августа на 5% ситки от страховой компании ФТБ Энергарад победителю iPad Pro. Вопрос еще. Да, сейчас, секундочку. И последнее, наши планы с ТПО, как я сказал, мы добавили ОСАГО, начали продавать, в ближайшее время мы добавим это в Патриэл Payouts. Мы разработали отдельный продукт и отдельный лейдник по страхованию задержки рейса с моментальными выплатами. У нас уже была очень хорошая история с женщиной, которая заплатила 450 рублей за три страховки по 150 рублей, получила 27 тысяч рублей, потому что ее рейс был задержан. То есть это новый продукт на рынке. Человеку ничего не нужно собирать, никакие справки, документы, ничего, ничего. Ему автоматически, если он покупает полис, ему автоматически при задержке рейса больше, чем на два часа приходит смс-чка на телефончик, он проходит посылочки, привязывает свою карточку и на эту карту сразу за каждый час в час входит 3000 рублей. Если рейс отменяется 15 тысяч рублей, за каждый час 3000 рублей, но не больше, чем 15 тысяч. Вот. И мы планируем, и этот лейдинг мы скоро там внедрим, чтобы вы тоже имели возможность дать не валить трафик, и готовим шаблоны статей по тематикам, чтобы вы брали, переписывали их и, в общем-то, размещали. Я добавлю по поводу вопроса чатики был про Trip Insurance, почему не нужно давать, почему не давать за счет комиссии. Ну, во-первых, Trip Insurance дорогие цены, и покупатели не могут сравнить стоимость. Когда они сравнивают стоимость на Trip Insurance, потом приходят к нам, у нас может быть в два раза дешевле. То есть никакие промо-коды Trip Insurance не помогают. Если завышать цену, не давая никакого обоснования, просто иди возьми, как в магазинах, одно время делали распродажи, сделали товар в два раза дороже, сделали скидку 50%. У человека остается негативная, скажем так, опыт работы с этой компанией, они уже больше не хотят туда прийти. Нужно наоборот делать акцент на то, что не потому, что покупаете здесь, не потому, что здесь дешевле, а потому, что здесь вам максимальное покрытие каждому, максимальное количество услуг. Наоборот, нужно говорить, чтобы люди добавляли страховки, добавляли опции, не мотивировали только ценами, а именно сервисом. Если мы делаем акцент на сервис, мы не теряем комиссии, мы увеличиваем свой средний чек, я думаю, что никому не будет интересно писать статью «Страховка в шенген 100 рублей», возьми мой промо-код и купишь страховку в шенген за 90 рублей, сколько веб-мастера заработает на такой комиссии. Лучше писать про какие-то направления, где можно, наоборот, больше заработать, где средний чек выше и не терять на... Если вы даете промо-код, вы теряете свою комиссию. У нас есть примеры мастеров, которые делали уже варианты с промо-кодами, но по факту они больше не зарабатывали. Ну, и добавлю, вы вчера, наверное, видели, в сравнеру отказались по номиналу от купонов. Это, на самом деле, такая неправильная история, ни к чему хорошему не ведет. Если там средний чек полторы тысячи рублей, человеку, в принципе, нет никаких проблем заплатить 1600, 1700, либо 1400. его на стоимость всего бюджет в поездке это особо никак не сыграет. Сколько зарабатывают мастера у вас? Очень по-разному. Некоторые мастера зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Те, кто активно ведет, те, кто не просто разместил виджет и ждет продажи, те, кто собирает комментарии, общается с пользователями, спрашивает нас, мы его консультируем, либо у него в блоге отвечаем за него, переписывать статьи, потому что достаточно часто меняются и условия страхования, и там какие-то нюансы, это все очень такой большой живой организм, это не просто авиабилеты с точки А в точку Б. Те, кто пишет про ассистансы, собирают страховые случаи, описывают их, рассказывают, как им помогала черехапа, все это работает на продажу. Максим, повторись, еще есть некоторые вопросы по поводу Крым, как покупать страховку Крыма про 90 километров? Вписать в Россию, выбирать страну Россию, Крым наш, и покупать, там достаточно все не очень хорошо с организацией медицинской помощи, то есть самостоятельно по ОМСу это как бы жесть, поэтому лучше написать, чтобы люди покупали страховку, потому что, ну как бы, чтобы сервисная компания занималась с поиском врача, там, особенно с людьми, там, как бы, очень мало педиатров правильных, и, и сами понимаете, они там по всему Крыму разъезжают, и достаточно там, ну, в общество проблематично организовать медицинскую помощь, поэтому, как бы, без страховки, я лично в Крым бы точно не поехал. Я думаю, что нам нужно сейчас победителя выбрать. Ну давайте выберем победителя. Девчонки, скажите, вы там читали весь чат? Да, я с трудом совладалась в Индой, я с вам согласна, Виталий очень много писал, и он задавал очень интересные вопросы, так что, если вы тоже за Виталия, то у нас есть его почта, и мы можем с ним связаться. страховка обходим. Хорошо, тогда мы дарим Виталию, ты победил, пришлите нам его e-mail, мы ему напишем, спросим почтовый адрес. Виталия, поздравляю. Пишите, пишите мне на welcome, если у вас какие-то вопросы остались, можете писать мне на welcome, можете писать мне в Telegram и задавать вопросы, я буду уже конкретно по каждому блогу разбираться и говорить кому какие. Вот наш Telegram. Да, это наш Telegram канал, где мы основные новости наши выкладываем, если оперативно хотите за ними следить. И там же есть мои контакты в этом Telegram канале или в Travel Chat и в Travel Payout тоже там я как раз сегодня скидывала нашего мистера Че. Окей, отлично, тогда мы были достаточно краткие и не очень вас утомили. Всем хорошего дня, хороших продаж. Помните, что на страховках можно заработать. Спасибо, Максим, спасибо, Марина. Все вопросы с ответами мы пришлем вам позже на почту. И спасибо всем, кто был на этом вебинаре. Всем пока. Пока.